Исторический матч Фанаты могли только мечтать Крылья Советов одержали победу Над лидером турнира московским локомотивом От царской охоты До кинзмараули Чекисты прикрыли в Самарской области Подпольный завод по производству алкоголя Плыви рыбка большая и маленькая 300 стерлядей выпустили в Волгу Победа, которую ждали 6 лет Новостные выпуски редко начинаются Со спортивных событий Но это как раз то самое исключение из правила Футбольные крылья Советов Наконец победили московский локомотив Последний не просто лидер Премьер Лиги, но и действующий Обладатель Кубка России Оттого победа вдвойне ценнее Матч, который точно войдет в историю Самарского футбола На Металлурге увидел Сергей Кизоркин Эту победу почти никто Не мог предсказать заранее Даже самые закоренелые оптимисты Крылья Советов против московского локомотива Лидера Премьер Лиги Но, видимо, крылышки всерьез были настроены доказать всем скептикам Вылет в прошлом сезоне во второй дивизион Это не более чем досадное недоразумение И уже первый тайм доказал это 0-0 Что весьма раззадорило соперников Во второй тайм они вышли серьезно заряженными на победу Болельщики увидели 4 забитых мяча Счет открыли крылья Локомотиву потребовалось полчаса, чтобы сравнять шансы на победу Спустя 3 минуты крылья снова вышли вперед Москвичи ударили по собственным воротам 2-1 На последних секундах локомотив берет все же временный реванш 2-2 Мы старались и это было видно с трибун Ребята не жалели себя, играли вперед По возможности, конечно И, наверное, все-таки, может быть, заслужили эту победу своим огромным желанием Победу в историческом поединке определили два дополнительных тайма После третьего гола самарский губернатор, который не пропускает ни одного домашнего матча любимого клуба, был уверен Теперь уже победу крылья советов не отдадут Сразу после финального свистка рефери Николай Меркушкин поздравляет футболистов в раздевалке И наша трибуна небольшая, она была очень активной Очень, самая активная Мы последние минуты встали, стоя уже досматривали Мы очень сильно возмущались, почему он 2 минуты добавил в дополнительное время Ну, вроде дополнительное время, 2 минуты, это очень много Ну, минуту, да, можно Вот, но все сложилось так, как должно было быть И выигрывает тот, который кто больше хочет, кто больше трудился и кто лучше умеет Судья зафиксировал историческую победу крыльев советов над московским локомотивом со счетом 3-2 Этот успех первый за последние 6 лет Глава региона триумфом команды остался очень доволен Мы увидели эти 33 минуты не просто катания мяча, а такую бескомпромиссную борьбу, очень интересную игру И в эти 33 минуты забили мы, а не локомотив Для локомотива это было, понятно, очень важно Они действующие обладатели Кубка страны Впечатления такие, что складывается очень хорошая команда Команда, способная играть на самом высоком уровне Крыльев советов я имею Главный тренер локомотива не ожидал такого звездопада забитых мячей на Металлурге Он привык побеждать соперников, в том числе и самарский клуб с минимальным счетом 1-0 С победой у вас! Как у вас преобразился Самара? Хорошие дороги стали, стадион не заехали мы еще Стадион очень хороший Ну тем более надо, чтобы команда выходила Павел Иванович, удачи вам Спасибо Рад вас видеть Вы в полном порядке, скажу Наверное, делаете зарядку, тренинг Я говорю, если дело дойдет до пенальти, я могу выйти После сенсационной победы над московским локомотивом Крыльев советов вышли в 1-8 финала Кубка России Но почивать на лаврах рано 25 или 26 октября в Казани самарская команда продолжит борьбу за трофей с Рубином Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События В Самарской области увеличится финансирование строительства социальных и инфраструктурных объектов Предложение о внесении изменений в областной бюджет на этот год сегодня внес губернскую думу глава региона Николай Меркушкин Ему удалось привлечь в область из федеральной казны почти 2 миллиарда 700 миллионов рублей Две трети этих денег направят на дороги, в частности на строительство Фрунзенского моста Еще 350 миллионов на стимулирование жилищного строительства Напомню, по этой госпрограмме Самарская область занимает первое место среди других регионов Остальные деньги пойдут на поддержку сельхозпроизводителей, социально незащищенных категорий граждан А также на строительство детского сада в микрорайоне Волгарь, школы в Крутых Ключах, поликлинику в Южном городе и множество других важных объектов Дополнительных расходов значится капитальный ремонт больницы Пирогова, создание дополнительных мест в госпитале ветеранов войн Завершение работ в Софийском соборе в Самаре и Поволжском православном институте в Тольятти Реконструкция исторической мечети и возведение фоков с бассейном в похвестнило Проект строительства автомагистрали «Центральная» одобрен научно-техническим советом Росавтодора Его сегодня представил региональный министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин Протяженность трассы от Ракетовского шоссе до обводной дороги составит 14 километров Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса Эта магистрали имеет огромное значение, подчеркнул губернатор Николай Меркушкин И предложил, чтобы она выходила на Самарское заречье и к Фрунзенскому мосту Тем временем 80 миллионов рублей потратят на ремонт улицы Венцака Ее приводят в порядок по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Толейдинской агломерации В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Большая часть работ уже выполнена Но когда улица полностью преобразится, знает Алина Чемерес Раньше пройти по улице Венцака было целым испытанием, вспоминают жители Ремонта здесь ждали давно Комплексно приводить в порядок улицу начали в апреле в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Работы еще не завершились, а люди уже оценили результат Теперь вы видите асфальт, ровненько все, дети не спотыкаются Мы уже счастливы, что дорога ровная и что у нас около школы наконец-то есть разметка и ограждение необходимое На улице Венцака между Фрунзой и братьев Коростелевых уже отремонтировали инженерные коммуникации Здесь обновят дорожное полотно, приведут в порядок тротуар, установят ограждение, новые светофоры, нанесут разметку Качество покрытия на пешеходных дорожках и проезжей части регулярно проверяют Берут пробы, так называемые керны, вырезают часть асфальта В ближайшие дни отверстия планируют заделать Данные керны будут заданы в лабораторию После того, как будут готовы результаты испытаний лабораторных И определено качество выполняемых мероприятий Будут подписываться акты выполненных работ В лаборатории проверяется повторно толщина асфальтобетонного покрытия Дальше его размывают и проверяют физико-механические свойства Водонасыщение, уплотнение и остальные характеристики Которые прямо показывают на качество выполненных работ Если нарекания к качеству образцов все же возникнут Подрядчик переделает весь участок Ранее пробы уже брали, они соответствовали всем требованиям ГОСТов Ремонт улицы Венцека под контролем специалистов и общественности Постоянно проводятся рейды Акты общественного контроля направляются в Департамент городского хозяйства и экологии Затем их передают кураторам и подрядчику для устранения недочетов Завышение уровня асфальтового покрытия Что препятствует открыванию дверей Те замечания, которые были выявлены Они приняты к исполнению и к устранению Гарантию на ремонт подрядчик дает 5 лет Волжский проспект Максима Горького, Красноармейская В первую очередь в Самаре обновляют улицы По которым пройдет туристический маршрут Во время чемпионата мира по футболу Старый город он действительно давно требовал уже такого хорошего ремонта И безусловно те улицы, которые были выбраны Они выбирались первые из того, что они были наверное не в самом лучшем состоянии В целом на комплексный ремонт улицы Венцека потратят 80 миллионов рублей Он уже выполнен на 85% Несмотря на то, что обновление рассчитано на два года Завершить его планируют до конца октября Алина Чемерис, Константин Головин, События 12 тонн незаконного алкоголя изъяли сотрудники ФСБ в Тольятти В подпольных цехах производили текилу, вино, коньяк и водку Якобы элитных марок Продукцию затем продавали по всей области Сегодня борьба с нелегальным алкоголем Одно из важнейших направлений работы И неудивительно, с начала года Спиртным в регионе отравились более тысячи человек Как бороться с незаконной торговлей Обсудили на совещании в Белом доме Далее подробности Элитное вино, водка и коньяк Около полутора тысяч бутылок готового контрафактного товара 12 тонн нелегального алкоголя Изъяли сотрудники ФСБ в Тольятти Обыски прошли по пяти адресам Как выяснилось, в этом подпольном цехе Орудовал семейный подряд Производство, как говорится, под ключ Супруги самостоятельно изготавливали здесь спиртное А потом распространяли его по розничным сетям всего региона Моя задача входит Налить сюда спирт, воду И сделать продукцию Там добавляется концентрат И вода и спирт также Получается коньяк Могу перечислить То, что там коньяки, мартини и текила Все Виски, да Виски Ну и коньяки разные Под разными номинованиями О том, как не допустить нелегальную продукцию На прилавке Обсудили на совещании В правительстве области С начала года в регионе Только силами полицейских Изъят около 40 тысяч литров запрещенного спиртного На сумму более 8 миллионов рублей Следить за тем, чтобы алкоголь продавался Только законным путем Призывают и общественность Все дополнительные доходы Которые получит областной бюджет От поступления акцизов Будут тем или иным способом Передаваться в соответствующие Общественные советы Для Для Направления их на те или иные нужды Этих общественных советов Ну и соответственно Того населения, которое проживает на территории Как правило Самые частые нарушения Продажи спиртного без сопроводительных документов А значит не ясно как Вино или коньяк были произведены С начала года в регионе алкоголем отравились Почти полторы тысячи человек Смертельных случаев более сотни Контрактный алкоголь Это соответственно там Разное содержание спиртов Не только этилового алкоголя Но и там могут быть и примеси метилового Пропилового, бутилового Соответственно они накапливаются В организме И образуют токсический Так сказать эффект И на В первую очередь на центральную нервную систему Потом на сердечно-сосудистую И печень Всего с начала года полицейские Выявили почти три тысячи случаев Незаконной продажи алкоголя Тем, кто торгует спиртным Незаконно грозит штраф до 50 тысяч рублей И это только для физических лиц Виктория Шар и Алина Чемерес Василий Колдашов События Они работают там, где Ничего не видно И невозможно дышать На базе пятой Самарской пожарной части Прошли соревнования Газодымозащитников Восемь команд спасателей Со всей Самарской области Определяли, кто быстрее других Вынесет пострадавшего из задымления И ликвидирует угрозу Андрей Горгулянко С секундомером Следил за соревнованиями Алексей Дьяков Первым забегает В задымленное помещение У него самая ответственная задача Отключить пожароопасный рубильник Найти пострадавшего И передать его спасательной группе Условия сложные Максимально приближены к реальным Плотность дыма в комнате Больше 90% Ничего не видно Даже с фонариком Но для профессионалов Задача выполнимая Тренируются спасатели Перед соревнованиями Каждый день Максимально приближены К реальным Ну кроме огня Огня там нету Дым и темно Ну максимально помогает Потому что мы тренируемся И это наша работа Спасать Помогать людям Выйдет лучший отряд Газодымозащитников Собрались пожарные части Со всей Самарской области Группам на время Надо выполнить Несколько упражнений Развертывание сил и средств С подачей ствола На второй этаж учебной башни А также поиск Пострадавшего в дымокамере И заполнение мишени водой На точность Это повышает Профессиональный навык Газодымозащитников Непосредственно Которые участвуют В тушении пожара Непрегонно для дыхания среде Видно, что профессиональный уровень Возрастает Мастерство возрастает Команда Как бы Выполняется Упражнение успешно Первое место И почетный переходящий кубок Завоевал третий отряд Федеральной противопожарной службы Самарской области Спасатели справились с заданием За 2 минуты 2 секунды При среднем времени 2,5 минуты Результат весьма достойный Особенно, когда речь идет о деле Где дорога Каждая секунда Андрей Горгуленко Дмитрий Мешканцов События Далее, коротко О других событиях дня Движение на пересечении Московского и Ракитовского шоссе Полностью открыто Теперь автомобилисты Могут свободно проехать Как по тоннелю Так и по кольцу Самарский видеоблогер В очередной раз Снял с воздуха развязку Рабочие закончили укладывать Асфальт во второй половине тоннеля И он заработал полноценно Также для проезда Открыто кольцо и дублеры Теперь рабочим предстоит Благоустроить прилегающую территорию Сделать тротуары И установить дорожные знаки А также нанести разметку Вечером в Самаре На улице Советской Армии Произошло массовое ДТП Там водитель БМВ Столкнулся с четырьмя автомобилями Среди которых Такси Рено Логан И Део Матис По предварительной версии Никто не пострадал Обстоятельства случившегося Устанавливаются В Новокубышевске Автомобиль Мерседес Снес светофор ДТП произошло На пересечении улиц Коммунистической и Кутузова По словам очевидцев При столкновении Мерседес с Киа У последнего отлетел Передний бампер А немецкое авто Въехало в светофор На место происшествия Прибыли скорые Сотрудники полиции По сведениям очевидцев За рулем автомобилей Находились женщины В результате аварии Никто не пострадал Обстоятельства выясняются Хамон не пройдет Рудкуйбышевская транспортная прокуратура И Ростельхознадзор В одном из магазинов Самары Обнаружили партию товаров Которые подпадают под санкции В свободной продаже Предлагались испанские Французские хамоны Весом почти 40 килограммов И другие иностранные сыры Этот магазин уже попадал В поле зрения прокуратуры Полгода назад Были составлены акты Об изъятии запрещенной продукции После чего товар был уничтожен В Самаре завершается подготовка К отопительному сезону Работы идут по графику Отставания нет В этом депутатов городской думы Заверил представитель Теплоснабжающей компании В целом энергетики Увеличили объемы работ В преддверии чемпионата мира по футболу Работы велись в исторической части города Из зоны туристических маршрутов На теплотрассах Кировского промышленного районов Перекладка сетей к Мундиалю Продолжится до текабря текущего года Применяются новые технологии Чтобы избежать потерь тепла И уменьшить расходы горожан Мы не просто кладем новые трубы А мы кладем трубы в новые ППУ-изоляции Если бы вы видели То есть они находятся в герметичной оболочке Они между герметичной оболочкой трубы Есть тепловой изолятор Который повышает эффективность В дальнейшем это сказывается И на плате граждан Ну соответственно потери меньше Население платит меньше Очень хорошо, что наряду с теми ремонтными работами Которые ведутся на наших с вами тротуарах На наших с вами дорогах Прежде всего делаются сети Потому что мы с вами много раз в этом зале Поднимали именно эту проблему Я думаю, что это большая заслуга Того взаимодействия, которое выстроено На уровне городской администрации Депутатского корпуса И компания, которая пришла к нам в Самару Для того, чтобы работать Из красной книги вскоре могут вычеркнуть стерлиц В Волгу выпустили 300 особей этой рыбы Экологическая акция прошла по инициативе Активистов Общероссийского народного фронта Уже через 5 лет рыба принесет потомство И может стать легальной добычей рыбаков Ценные экземпляры Волгу выпустила и Алина Чемерес Рыбка не золотая, но не менее ценная Волга встречает новых обитателей Стерлиц, которую сегодня выпускают в реку Относится к семейству осетровых Занесена в Красную книгу В Волге она водилась всегда Но сейчас ее популяцию, говорят эксперты Необходимо пополнять И вот теперь в реке поселились 300 новых жителей Стерлиц называют рыбой домоседы Это уже взрослые мальки и адаптированные к жизни Обитать они будут в радиусе километра Далеко не уплывут Наша телекомпания тоже решила внести вклад И выпустить в Волгу эту рыбку Экологическая акция «Живая Волга» Инициатива активистов Общероссийского народного фронта Особи стерлиц предоставили представители бизнеса У каждой рыбки своеобразный паспорт или сертификат Прежде чем отпустить в дальнее плавание Ей можно было дать прозвище И все это задокументировать Сегодня ловить стерлиц нельзя по закону Но если ее количество увеличится Запрет может быть снят Мы пытаемся заселить нашу реку Таким образом, что может быть наши дети Ну или внуки, надеемся, что дети Чтобы они уже имели возможность Чтобы мы вывели стерлиц из Красной книги Чтобы имели возможность спокойно ее ловить И радоваться жизни именно на берегу Великой реки Возраст новоселов примерно 2 месяца Их вес от 50 до 200 граммов Уже через 5 лет эти рыбки принесут потомство По словам экспертов, Волги новым обитателям Будет комфортно, зиму перенесут спокойно Самые сильные особи смогут прожить десятки лет И вырасти больше метра Когда у нас производится отлов На плавучем рыбозаводе На полустойке пылового Попадаются особи размерами до 12-15 килограмм Это максимальный вес, который ловился Этим особям где-то по 25-27 лет Акцию «Живая Волга» активист ОНФ Планирует проводить регулярно Следующая партия новых жителей Поселится в реке через год Алина Чемерис, Василий Калдашов, События Сербский фильм на грани ума Завоевал Гран-при при открытом Российском фестивале документальных фильмов Соль земли Картина, ставшая лучшей, повествует О судьбе семьи сирийских христиан Фильм «Миссия дружба» Дипломатической поиски путятина Хабаровского режиссера Отметили призом губернатора За утверждение российской государственности Специальным призом главы города Отмечена картина «Счастливый случай» Трогательная история Преодоление сложных жизненных обстоятельств Актером Олегом Беловым Кроме фильмов, ставшими лучшими Впервые за историю фестиваля Благодарственными письмами отметили и школьников Которые написали лучшие эссе После просмотра документальных картин Юбилейный десятый фестиваль Поставил рекорд по количеству признанных работ Тут 250 фильмов, из которых 7 – самарские Самару уже невозможно представить Без этого уникального фестиваля 10 лет – это прекрасный срок для того, чтобы фестиваль прижился Нашел своих поклонников И чтобы фильмы, которые были здесь когда-то продемонстрированы Вошли бы в копилку и самарского исторического потенциала И стали бы, безусловно, мощнейшим воспитательным потенциалом Ну и на этом наш выпуск завершен Удачи вам, увидимся Продолжается капитальный ремонт На четвертой очереди набережная общая готовность 80% работы на участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага Ведутся по федеральному приоритетному проекту Формирование комфортной городской среды Завершается обновление ладьи Сейчас на скульптурной композиции идет монтаж Мраморной и гранитной облицовки В том числе штукатурной работы И восстановление декоративных элементов Ведется обустройство гранитных ступеней На спусках облицовка амфитеатра На 95% готов новый трехкаскадный фонтан Там ведется монтаж гидравлического оборудования Параллельно с этим на набережной Идет монтаж системы автополива Трубопроводов и разработка грунта Практически полностью завершена Прокладка коммуникаций Системы водоснабжения, ливневой канализации Сейчас рабочие устанавливают люки И дождеприемники На площади Куйбышева укладывают верхний слой асфальта Капитальный ремонт идет высокими темпами К 7 ноября площадь должна быть готова Здесь пройдет парад памяти По новому покрытию поедет тяжелая техника Качество работ регулярно проверяют представители власти и общественности Капитальный ремонт площади Куйбышева Проводится по федеральной программе Формирование комфортной городской среды Общая готовность сейчас 70% В ближайшее время специалисты проведут кернение нового покрытия Чтобы проверить качество материала По заявлению подрядчика новая одежда Площади Куйбышева должна прослужить не меньше 50 лет На здании Самарского дома журналистов Обновили фасад Средства направили из городского бюджета Рабочие покрасили цоколи, оконные проемы Отремонтировали крыльцо и кованые конструкции Восстановили ливневые стоки Здание постройки начала 20 века Входит в комплекс построек усадьбы архитектора Зеленко Дом несколько раз перестраивался Одной из главных задач было вернуть зданию Былое величие и его изюминку Что успешно удалось Также вокруг дома журналистов благоустроили территорию Вместо старого асфальта уложили тротуарную плитку Заменили бортовой камень и засеяли новый газон В парке 50-летие октября идет активный ремонт Рабочие одновременно трудятся на всех 20 объектах Которые нужно обновить на этой территории Почти полностью обновлен игровой городок Возводят танцевальную площадку со сценой Обновляют покрытие пешеходных и велосипедных дорожек На время ремонта его главных обитателей Лебедей переселили в парк Гагарина Обновляют фонтан Царевна Лебедь Сначала специалисты снимают слои старой краски Затем будут наносить светолюминесцентное покрытие Работы идут по графику Завершить первый этап ремонта парка Планируют до конца октября Близится к завершению ремонт фасада 110-го дома По улице Красноармейской По федеральной программе Формирование комфортной городской среды Жители сами подали заявку И выбрали капитальный ремонт фасада В прошлом году также по программе благоустройства Им привели в порядок все коммуникации Работы на Красноармейской начались в конце августа Рабочие уже выровняли поверхность Нанесли нижний слой штукатурки И приступили к покраске Обещают закончить к началу октября В федеральной программе Формирование комфортной городской среды До конца года Приведут в порядок 196 дворов И крупные общественные зоны Струковский сад Четвертую очередь набережной Площадь Куйбышева Десять трехсекционных трамваев вышли на линию Перед этим составы прошли обкатку ночью Когда нет интенсивного движения Теперь они работают в городе Днем на маршрутах 1, 5 и 22 Они идут через весь город У новых трамваев Просторный салон на 300 с лишним пассажиров Современная система отопления и вентиляции Телеэкраны, бесплатный Wi-Fi И система видеонаблюдения Вагоны низкопольные Оборудованы пандусами Для людей с ограниченными возможностями здоровья В кабине водителя Максимальный обзор Персональный кондиционер Также в Самаре появились трамваи Со звуковым оповещением маршрута Сделать общественный транспорт Доступным для людей С ограниченными возможностями здоровья С такой просьбой Обратился житель Самары К главе города Системы оповещения Оборудовали трамваи На 23 маршруте Именно на этой линии Расположены предприятия Где работают люди с нарушением зрения Редактор субтитров А.Семкин